Микс Ньюс Еще раз всем здравствуйте. Олег Пеков в студии. Эта программа «Встретились, поговорили». Мы сегодня встречаемся с группой историков. В Риге в эти дни проходит научная конференция, на которой приехали историки из ряда стран, в том числе и из России. И тема этой конференции – Музея Холокоста в XXI веке. Что происходит на этой конференции, мы сейчас поговорим о главных, самых важных темах. И сегодня в нашей студии директор архива Центра Холокоста в Москве Леонид Терушкен. Добрый день. Добрый день. И, может быть, Леонид, вы представите всех участников? Здравствуйте. С удовольствием. Рядом со мной мой коллега, сотрудник архива научно-просветительного центра Холокоста в Москве Роман Жигун, представитель журнала «Историческая экспертиза в Москве» Марат Бессингалиев, Ирина Реброва, она представляет Германский институт. Центр изучения антисемитизма. Центр изучения антисемитизма. Говорите в микрофон, это будет лучше. Центр изучения антисемитизма в Берлине. Притехническом университете Берлин, да. Да. Вот музеи 21 века, мы сталкиваемся, в принципе, наверное, с тем, что новое поколение, молодые люди, которые приходят в этот мир, они привыкают к другой подаче информации. Вот, может быть, музеи в традиционном, в своем понимании, виде, когда там есть витрины, когда есть какие-то там «руками не трогать» пожилые женщины, которые там наблюдают за порядком, это все кажется такой архаикой, которая, ну вот, для молодых людей, наоборот, действует, ну, как-то очень, ну, усыпляюще. И вот, очевидно, ведь цель музеев – это сохранить память прошлого, передать ее молодому поколению. Очевидно, что необходимы какие-то новые формы. Вот буквально недавно была очень интересная новость о том, что для того, чтобы достучаться до молодого поколения, по-моему, во Франции был проведен удивительный эксперимент, когда история вот еврейской девочки, погибшей в Холокосте, подавалась в виде аккаунта в Инстаграме. То есть, ну, это были актеры, там, кстати, стоимость этого проекта достигала, по-моему, 5 миллионов евро, поскольку воссоздавалась, ну, это была реконструкция событий, это были актеры, техника, костюмы, там очень большие были вложения. Но эта история получила огромный резонанс, потому что молодежь, которая увидела в Инстаграме, подписавшись, они видят, как будто бы это вот день за днем еврейской девочки, которая оказывается сначала в гетто, а затем погибает в концлагере. И вот это, как будто бы она делает, ведет ежедневный дневник, выкладывая свои селфи, выкладывая видео. И это произвел просто эффект взорвавшейся бомбы, потому что многие молодые люди, они открыли для себя эту историю о том, что они до этого просто не имели представления о том, ну, вот что это было. Вот в музее 21 веке, что, насколько, как, вот, может быть, музей, ну, центр Холокоста реагирует на эти вызовы? Вы знаете, я хочу сказать, что, с одной стороны, да, мы живем в 21 веке, мы не можем быть в стороне, и мы вообще должны следить и должны всячески использовать современные возможности технологические, коммуникационные, интернет. Все, что нам позволяет сделать современные технологии, тем более это позволяет совершенно нейтрализовать такое понятие, как расстояние, пожалуйста, то, что вы рассказывали сейчас о девочке, подготовленной во Франции, можно завтра увидеть в Москве, в Австралии, где-либо угодно. И, безусловно, без современных технологических возможностей, которые, безусловно, более доступны любой аудитории, особенно молодой, юной даже аудитории, нужно использовать обязательно. Я бы только сказал одно, главное не слишком увлекаться этим. Если мы превращаем, в данном случае, трагедию этой девочки или других жертв трагических событий 21 века, Холокоста, Второй мировой войны, есть угроза, что это превратится исключительно, может потеряться среди картинок Инстаграма или других компьютерных игр. То есть, главное найти грань, где заканчивается образовательная, просветительная часть этой технологической новинки, и где уже все это превращается в компьютерную игру. Про компьютерные игры, о Холокосте, о лагерях уничтожения, мы уже читали и слышали. Все-таки мы не должны идти на поводу за всеми модными явлениями, мы должны их использовать. Но использовать в наших целях. И все-таки не забывать, что музеи и мемориалы создаются для просветительно-образовательных целей. Все-таки какие-то старые подходы, что-то хорошее, что было и осталось, старых классических музеев нужно обязательно использовать. Все-таки молодые люди, насмотревшись компьютерных игр, изучив все в Инстаграме, зачастую, я, мой опыт это подсказывает, хотели бы что-то настоящее подержать в руках. Вот, кстати, вот Роман хочет добавить. Ну, вообще, с тех времен, когда появились первые музеи, классический музей, он отталкивался от предмета, как вы верно сказали. И музей в самом наиклассическом его понимании – это помещение, где стоит витрина, и за стеклом, руками не трогать, есть некоторые интересные предметы. Сейчас большинство музеев не отказываются от предметов как таковых, но строят историю, не отталкиваясь от самого предмета, а включая его в некое путешествие, или историческое, или естественно-лучное, там, если это музей естественной истории. Современный музей – это не только хранилище предметов, это, может быть, даже в самую первую очередь помещение, само помещение, сам антураж, сама обстановка и интерьер должны способствовать погружению в тот или иной контекст, исторические или неисторические музеи, не обязательно исторические. А предметы становятся частью этой общей мозаики, и, возможно, не акцентируется внимание на каждом отдельном предмете, но они, тем не менее, становятся частью общей формируемой картины. Это первое, что хочется сказать. Второе. Есть замечательная цитата Ремарка, которую кому только не приписывают, включая Иосифа Сталина, «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов статистика». Это, если я помню хорошо, это из романа «Черный обелиск». В классических музеях, а это можно и сейчас встретить, вот на постсоветском пространстве, краеведческие музеи, которые до сих пор построены по некому классическому советскому образцу, они предлагают статистику. Они оперируют тысячами, десятками тысяч человек, миллионами человек. Это касается и трагедий, или не обязательно каких-то трагических событий – переселения, миграции. Для человека, и не только современного, эти цифры зачастую остаются только цифрами. И плохо, они не прибиваются к самому сердцу. Сто тысяч человек туда, сто тысяч человек сюда. И как раз один из подходов научно-просветительного центра «Холокост» – это личные истории людей, которые действительно находят отклик в умах и сердцах тех, кто с этими личными историями знакомится. Ну и вообще надо отметить, что большинство ведь фильмов построено по тому же принципу. Разве что Сергей Эйзенштейн мог позволить себе снимать фильмы про широкую народную массу, про толпу. Но абсолютное большинство исторических фильмов – это отдельные частные судьбы на фоне масштабных исторических событий. Частные трагедии, или частное счастье, почему бы и нет, именно оно находит отклик и заставляет через частности понять дух и суть эпохи. Вот, кстати, вы сейчас затронули очень важную тему, и, по-моему, она где-то в докладах упоминалась. Сейчас, по-моему, именно тот критический момент, когда уходят из жизни люди, которые пережили «Холокост». Нам понятно, что это событие довольно далёкого прошлого. И мы все знаем, насколько вот эти частные личные архивы – это фотографии, письма, какие-то вещественные свидетельства, которые могут дать… Вот, подержав в руках, ты понимаешь, что это нельзя отрицать. Ведь часто в семьях, в силу ряда каких-то, там, переезды, там, ещё что-то, эти документы постепенно утрачиваются. То есть их могут, ну, просто выбросить после смерти человека, особенно если это был одинокий человек, у него не было наследников. И насколько вот музеи, научные какие-то организации пытаются спасти массив вот личных архивов, этих документов, которые вот сейчас вот именно вот эта волна… Я понимаю, что вот она идёт, и вот это действительно происходит уничтожение, ну, вот реальных свидетельств вот огромной трагедии. Ну, вы знаете, вы просто как будто вчера подслушали наш разговор. Буквально вчера у нас была переписка, мы испытали созваниваться с одним человеком. Он живёт в Аугсбурге, в Германии. Сам он по происхождению из Петербурга. И он пишет, я готов буквально процитировать его письмо, что мне 72 года, у меня остался там семейный архив от моих родителей. Я считаю, что это… Он считает, что это уникальные документы. Я боюсь, что с моим уходом это будет утрачено. Как бы вот это вам передать или как ещё это вообще сделать доступным общественности таким вот образом. Естественно, мы с ним установили контакт. Я думаю, что мы постараемся у него эти материалы принять. Технические вопросы не имеют значения. Таких примеров я могу привести несколько. Буквально наша коллега Мария Гилёва была на стажировке месяц назад в Нью-Йорке. Оттуда мы получили очень интересный семейный архив. Люди понимают, что это уже достояние не только их семейное. Что это должно работать, использоваться. И, конечно, это поколение, по сути, уже ушло. По сути, остались люди, которые готовы поделиться. Но мы всегда стараемся не только это принять, собрать, оцифровать. Мы исходим из того, что эти все материалы должны использоваться в выставках, публикациях, изданиях. В продолжающемся нашем проекте «Сохрани мои письма». Письма евреев в сэр периода Второй мировой войны. Сейчас готовится уже пятое издание. И те, кто нам передал, их, кстати, их потомки, они должны знать и иметь конкретные подтверждения, хотя бы через интернет, что это работает. Используется в образовательных, выставочных и прочих проектах. Тогда можно сказать, что, в общем-то, и мы выполнили какие-то свои обязательства перед теми, кто эти материалы передал. Показали неплохой пример всем остальным. И эти люди, в общем, тоже чувствуют себя выполняющими какой-то свой долг. Те, кто эти материалы передавал. В крайнем случае, надо хотя бы устроить контакты с их потомками. Я могу привести несколько примеров. Как и из Риги мы совсем недавно получили очень интересные материалы. Вот я думаю, об этом лучше Роман Ефимович расскажет. Роман Ефимович, это была, в общем-то, его операция. Да, конечно. И мы не устанем повторять, что на чердаках, подвалах, на дачах практически, вот видите, от Нью-Йорка до Владивостока еще лежат какие-то уникальные документы. И за каждым этим документом какие-то уникальные судьбы конкретных людей, семей. Все это дальше можно и нужно обязательно использовать. И каким образом это используется, я имею в виду, нет ли какой-то общей мировой доступной базы, обмена между научными учреждениями разных стран, чтобы, например, история латвийских евреев могла послушать примером в России или в Америке? Хорошо. Российский научно-представительный центр Холокоста уже 3,5 года, в общем-то, продвигает по странным континентам нашу выставку «Холокост. Уничтожение. Освобождение. Спасение». Русская версия была показана в 16-м году, она была посвящена и трагедии Холокоста с акцентом на территории бывшей Российской Федерации, бывшего Советского Союза, и малоизвестные западному, крайней мере, зрителю, читателю, посетителю страницы. Отдельно там речь шла о солдатах-офицерах Красной Армии, участвовавших в освобождении лагерей смерти, их конкретным судьбам, многие из них погибли в этих боях, их послевоенным судьбам, а также вкладу советских военных медиков, кстати, все это люди разных национальностей, в спасении, возвращении жизни освобожденных узников-освенцам. Забытая немножко, несправедливо забытая история. На сегодняшний день эта выставка подготовлена на шести языках, и в виде передвижной выставки она путешествует, она была в Берлине, во Франции, в Чехии, в Великобритании, в Израиле, в Нью-Йорке, но есть, да, еще испанская версия демонстрируется в Латинской Америке, Буэнос-Айрес, в Аргентина и Уругвай, но есть еще электронная версия, которую благодаря сотрудничеству, извините за тавтологию, с Россотрудничеством, мы можем демонстрировать, не выходя, собственно, из офиса или из дома, на различных демонстрационных площадках по всему миру. И предоставляя эти копии на разных языках другим заинтересованным научным, образовательным прочим учреждениям, скажем, в Чехии, хотя музей Терезина хочет добавить что-то свое и, так сказать, развить эту выставку. Сегодня, на конференции вчера, мы обсуждали и будем обсуждать, а может быть сделать какой-то вариант о Латвии, скажем, один из освободителей Аушвиц, генерал Зубов, вообще происхождением отсюда, в его документах написано, что он латыш, то есть можно сделать привязку, конкретная личность, его судьба, его происхождение, где он жил до войны, где он жил после войны, а вот, кстати, молодые люди, там, живущие в городе таком-то, он ваш земляк. Понимаете? А вы даже не знаете, что в его биографии были вот такие страницы. Кстати, вот эта наша выставка, 8 мая она демонстрировалась Карл Хорстой в том самом... В Германии. Да, Российско-Германском музее, в том самом историческом месте, где подписывал капитуляцию нацистской Германии. Ну что же, у нас буквально до перерыва есть минута полторы, вот, может быть, два слова об этой операции. Ну, хочется сказать, что эти операции мы производим ежемесячно, ежегодно, уже на протяжении 26 лет. 26 лет существует научно-просветительный центр «Холокост» и архив этого центра, где собраны десятки тысяч писем, дневников, фотографий, личных документов евреев, современников и участников войны, членов их семей. Как это пополняется? Все в основном за счет личных связей. И при любом удачном скоплении людей я поднимаю вопрос о том, а может быть, в зале есть евреи, а может быть, у них что-нибудь интересное долежит. Постоянно распространяю информацию среди социальных сетей. И вот однажды в сеть мне попалась девушка Анна. Я увидел у нее фотографию с «Бессмертного полка», где она несла фотографию своего дедушки, его псевдоним Горский, а настоящая фамилия очень характерная, Рабинович. Мы с этой девушкой списались через социальные сети, и выяснилось, что ее мама живет в Риге, а сама она москвичка, а у мамы лежит огромный семейный архив ее отца, то есть дедушки этой девушки, который был военным корреспондентом, писал дневник на протяжении всего периода войны, написал несколько десятков писем, может быть, больше, но десятки сохранились. Сохранились книжки, в которые вошли материалы, книжки послевоенные, а материалы еще военного времени, и огромный фотоархив. Фактически мы поймали в социальную сеть большой личный фонд. То есть, получается, через социальные сети тоже вы работаете, то есть, ну, используется... Мы используем любые средства коммуникации – радио, телевидение, социальные сети и просто личное общение. Грубо говоря, я узнаю, что напротив меня собеседник еврей, и первое, что у меня щелкает – скажите, товарищ собеседник, а есть ли у вас письма, дневники, фотографии или документы ваших родственников периода Великой Отечественной войны? И очень часто удается что-то найти именно таким образом, через личное общение. Иногда аудитория составляет тысячу человек, ты вбрасываешь информацию, а придите домой, посмотрите. Иногда вся твоя аудитория – это один твой собеседник, но у него что-то интересное донаходится. Мы сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим беседу. Продолжается программа, встретились, поговорили. Сегодня у нас историки не только из России, но, кстати, и из Германии. Ирина Реброва, участники научной конференции «Музея Холокоста XXI века», отображение прошлого. Вот мы в начале передачи говорили о том, что вот в Германии есть центр борьбы с антисемитизмом. Насколько вообще в Германии уделяется внимание сейчас этому, в этой теме Холокоста, поскольку постоянно пишут о том, что молодое поколение немцев уже, может быть, не чувствует какой-то вины за прошлое. И, в принципе, усиление, например, миграции, приток мигрантов в Германию вызывает опять-таки подъем националистических настроений. Вот как эти тенденции сейчас присутствуют в Германии? Ну, как раз наш центр изучения антисемитизма, он как раз и занимается современными проблемами в обществе, да, что связано с миграционными процессами, что связано с современной ситуацией в Израиле и так далее. То есть, как бы, изучается на социологическом, историческом уровне эти вещи. И, как бы, есть определенные рекомендации, которые выдаются ежегодно, как бы, и работа идет с правительством. И, в принципе, я думаю, что здесь, как бы, Германия одна из тех стран, которые ведет постоянно работу с прошлым, работу над собой для улучшения, как бы, своих поколений и так далее. Если мы говорим о памяти о Холокосте, то, мне кажется, это страна первая, которая помнит и понимает, и признает свою вину, и до сих пор, как бы, пытается это все показать и подрастающему поколению. То есть, буквально в школах дети изучают и понимают, что, что произошло. И, как бы, фигуры, типа, известные фигуры жертв Холокоста им больше известны, нежели чем современные, может быть, политические деятели. Я бы хотела немножко отвлечься от... И, кстати, наш центр, он поддерживает не только инициативы по сохранению памяти внутри страны, но и по сохранению памяти, в том числе о Холокосте, за пределами. Потому что, как бы, преступники, они имели возможность делать свои дела не только, естественно, на территории современной Германии или Третьего Рейха, но и на оккупированных территориях Советского Союза. И когда я попала в этот центр, я писала докторскую диссертацию на тему памяти о Холокосте на Северном Кавказе, потому что я сама родом оттуда. И, закончив эту диссертацию, я решила делать какой-то проект вот как раз по памяти. И, естественно, было важно показать общественности непосредственно в той стране, где эти происходили уничтожения, да, людей, евреев. То есть, как бы, те жертвы нацизма, которые были на оккупированных территориях, о которых, к сожалению, в районах, регионах не все постоянно говорят об этом. И в музеях, если мы говорим о памяти, в музее, как представлена тема Холокоста, она не всегда полностью рассказана в региональных. Потому что в региональных музеях мы говорим о памяти о Великой Отечественной войне, а какая-то память, она героическая, да. То есть, как бы, нам важно показать, что советский солдат отстоял землю нашу, не пустил врага, там, как бы, или даже если пустил, то на какое-то время, но потом все это было освобождено и так далее. И вот этот жертвенный момент, сколько было людей уничтожено, почему причины эти уничтожения людей, какие группы жертв были, да, об этом очень-очень редко говорится в государственных музеях. Но сейчас я должна заметить, что в последнее время, в принципе, все равно есть. И воззвания к еврейскому народу присутствуют в витринах, вот о которых вы вначале говорили, да, под стеклом. То есть, кто ищет, тот всегда находит и видит, как бы, эту информацию. Когда я работала с документами в чрезвычайной государственной комиссии, я увидела, что очень много документов посвящены не только уничтожению евреев. Тогда, в 43-м, после освобождения каждого региона, люди писали такие заявления о том, что случилось с ними конкретно, что они видели, да, на основе этих заявлений потом составлялись официальные акты, которые, как бы, стали сводными такой информацией, что же было на оккупированных территориях, сколько там было уничтожено людей, там экономические жертвы и так далее. И я увидела, что помимо уничтожения евреев, очень много было документов, посвященных пациентам психиатрических клиник или детям-инвалидам, которые были уничтожены. И вот моя выставка, которую я открыла в декабре 2018 года в Ростове-на-Дону, и она передвижная тоже, она как раз посвящена этим группам жертв, то есть это такой медицинский аспект, где мы говорим, с одной стороны, о пациентах, это пациенты психиатрических клиник и дети-инвалиды, а с другой стороны, врачи. А какие врачи? Евреи, которые остались на оккупированных территориях и которые стали жертвами Холокоста. Вот, и эта выставка опять-таки через лица, опять мы с вами сегодня говорили о том, что где искать материалы, да, то есть как бы нужно было, если это жертвы Холокоста, я хотела показать судьбы этих людей, да, этих врачей, которые могли принести очень много пользы Советской Родине, да, нашей, а как бы оказались закопанными в могилах на окраинах тех или иных городов или деревень, куда они либо были эвакуированы, либо не успели эвакуироваться из этих регионов. Вот, поэтому как бы это, и оказалось очень сложно искать эти материалы, потому что, да, мы имеем по некоторым моментам фамилии, но фамилии, вы сами говорите, что как бы это уже современному поколению неинтересно читать, там, да, 20, 30, 40, там, или даже сотни фамилий. Нужны фотографии, нужна какая-то яркая история. И в настоящее время уже период времени прошел достаточно большой, что очень сложно искать и в семейных архивах, и искать, показывать эти судьбы через фотографии. А кроме фотографий, вот какие-то вещественные, ну, артефакты, то есть, условно говоря, вещи этих людей, они тоже, вот, ну, хранятся где-то? Конечно, конечно, да. То есть, ну, допустим, самое известное, если мы говорим об оккупации Северного Кавказа, то здесь же на территории Северного Кавказа гета, как такового, вот, в нашем понимании не было. То есть, это были люди собранные и сразу уничтоженные, расстрелянные. То есть, как бы, как таковых вещей, артефактов, вот, жизни при нацизме, так скажем, их не было. Но были некоторые, в течение двух, там, трех недель их собирали, в некоторых районах возили, и даже выдавали вот эти повязки. Да, и мы знаем прекрасно, что в Израиле есть выжившие люди, которые детьми были вот в этих, таких, скажем, ну, это не трудовые логики, в местах сбора, да, где они ходили. И вот Яков Крут, допустим, он имеет в своем архиве домашнем вот одну повязку с желтой звездой Давида, да, которую они сохранили. Одну папину он, по-моему, сжег, а мамина сохранилась. Либо наоборот, я точно не помню. Ну, вот, эта конференция проходит в Риге и в Латвии, в принципе, достаточно, это такая тема очень и очень деликатная, потому что, ну, вот мы наблюдаем на наших уже глазах, не то чтобы попытки ревизионизма, но какой-то, ну, вот, не знаю, вот окно Вертона, где вроде бы в Конконцлагерь в Сало, в Сало спился, пытаются сейчас, ну, как бы объяснить, что он не был лагерем смерти. Ну, это был вот лагерь, куда свозили людей, ну, без, ну, причины убивать, ну, их даже, ну, то есть, что это было чуть ли не, ну, военно-такой, воспитательно-трудовой лагерь, где, ну, нельзя его сравнивать там с другими. 16 марта у нас, ну, как бы в шествии легионеров во ФНСС, которых, ну, преподносим, что они же сражались все-таки за свободу Латвии, они, ну, под какими знаменами они сражались, неважно, но это герои, которые сражались за Родину. Герберт Сокурс, один из, ну, тех, кого считают, ну, самым, ну, таким ярким представителем тех, кто уничтожал евреев, его говорят, что нет, на самом деле это какая-то историческая ошибка, это вот герой, это летчик героический Латвии, и, ну, вот он был ликвидирован там Моссадом по ошибке, то есть, нету никаких свидетельств, что конкретно он принимал участие в уничтожении евреев, это все какие-то вот там ошибочные домыслы. И вот, как бы, ну, вот происходят какие-то вот вещи, которые мы, ну, наблюдаем вот сейчас, что попытки вот где-то вот начинаются, начиная с каких-то тихих, робких, может быть, иногда, но все больше и больше вот какого-то отрицания прошлого, вот, общаясь, может быть, с коллегами, вот, как вы оцениваете вот все эти, да, может быть, Марат Варенович? Я вот хотел сказать следующее. Во-первых, эта конференция, она чрезвычайно представительна в географическом плане. Там не так много участников, но они представляют совершенно разные страны, то есть, и, во-первых, ожидаем, естественно, Латвия, Россия, Белоруссия, Украина, Литва, Польша, где происходило как раз уничтожение евреев нацистами. Но, кроме того, есть представители, естественно, из Израиля, из Соединенных Штатов и даже таких стран, как Австралия или Италия, где, в общем-то, которые находились в стороне от происходящих событий. То есть, историки и другие ученые, они серьезно относятся к тому, что нам произошло, серьезно это явление изучают и, как бы, действительно всерьез обеспокоены тем, чтобы ничего подобного никогда не повторилось. Что же касается информации, которую сейчас вы рассказали, то, ну, это мое личное мнение, но я думаю, что, возможно, оно имеет, скажем так, некий универсальный смысл, что существует, и, вернее, не просто существует, он появляется, например, определенный идеологический заказ, и, соответственно, под него начинают пытаться какую-то нужную информацию подбирать. Соответственно, это, например, любое какое-то такое объективное международное мероприятие, оно всегда может, так сказать, расставить точки над «и», если будет такая необходимость, кто-то будет готов к какому-то разговору, скажем так, открытому, объективному, в его процессе всегда можно выяснить, что было на самом деле. Ну, если можно, я бы еще добавил. Понимаете, все эти пресловутые 16 марта, Саласпилс, Герберт Сукурс, в общем-то, мы слышим об этом и спорим иногда до хрипоты чуть ли не до политической драки уже не один год, ведь понятно, что это определенные какие-то кнопочки, которые время от времени кто-то нажимает, как правильно сказал Марат, в идеологических или чисто политических целях. Почему-то раньше этого, когда-то этого не было, как бы, скажем, не 20 лет назад или не 15, Герберт Сукурс вдруг стал национальным героем. Его фигура стала раскручиваться, образно говоря, чуть позже, почему-то, значит, кому-то кто-то в этом был заинтересован. Кроме того, как это ни печально, занимаясь историей Холокоста, историей преступления нацизма, на каком-то этапе от трагедии жертв, как личных, так и массовых, мы переходим, к сожалению, к изучению истории убийц. Убийц, их пособников, масса больших убийц, получивших когда-то там свои, заслуженные в Нюрнберге или на других процессах нацистскими преступниками, или не успевших получить, или тех, кого еще разыскивают сегодня, неважно, они убили там не сто, не сто, не тысячу человек, а в 10, 15, 20. Долго можно рассказывать о последних процессах над нацистскими преступниками, которые вот буквально еще шли в эти годы. Конечно, никто не отрицает, что у нацистских преступников, как Цукрус, так и другие были, и была жизнь до войны, безусловно, они даже были интересными людьми в чем-то, и какие-то выдающиеся заслуги совершили, и среди германских нацистов таких можно найти. Герлинг тоже был знаменитым летчиком периода Первой мировой, в общем, никто его за это не осуждает, можно даже им гордиться, если забыть все остальное, понимаете? Вот. А дальше идет чисто политические игры. Моссад по ошибке убил, Моссад никого по ошибке не убивает, но это отдельная история. На самом деле, сейчас вообще это связано еще... С одной стороны, это плохо, что кого-то пытаются так политически реабилитировать или перекрасить. Ну, это тоже определенный манипулирует массовым сознанием, и, кстати, тут с этим надо работать, но именно издавая книги, делая выставки, посвящая обществу. Вот, скажем, тема истории коллаборационизма. В любых его проявлениях латынического местного коллаборационизма, русского коллаборационизма на первом территории, скажем, с Брянщиной или там Северного Кавказа, украинского и так далее, она очень востребована. Наука... Историки очень много внимания уделяют ей. Собственно, вот сейчас в России готовится книга нашего большого друга Рона Шнейра «Профессию убивать» о коллаборационистах в выпускниках учебно-тренировочного лагеря СС-Травники, международный такой «Интернационал убийц охранников нацистских концлагерей». То есть, в принципе, эта тема болезнена не только для Латвии, но важно объективно подходить, не навешивая друг на друга какие-то ярлыки, не пытаясь срочно обвинять или делая какие-то запреты или историков для выступлений, посещений или работы в архивах, а в общем-то признать, что в истории каждой страны есть не самые лучшие герои или, скорее, антигерои, что, в общем-то, современное общество должно подходить к ним с резким подходом и признать только одно – никакие довоенные, так скажем, заслуги не могут оправдать все те преступления, которые эти люди совершили потом. Это нормально, в общем-то, и если вы возьмете какого-то уголовного преступника сегодняшнего дня, то, что он хорошо учился в школе или, понимаете, переводил старушек через дорогу в молодости, никак не является для него освещающим обстоятельством. Да. Но на самом деле, хотел бы набраться смелости и предложить Латвии некоторую альтернативу. Альтернатива есть. Это проект российского научно-просветительного центра «Холокост», который называется «Освободители Аушвица». Можете посмотреть в интернете. Это проект, который позволяет вовлечь, причем эмоционально вовлечь в историю Холокоста, во-первых, людей абсолютно любой национальности, пускай у них в роду не было ни одного еврея, ни одного пострадавшего. А во-вторых, людей из любой географической точки постсоветского пространства, от Кронштадта и до Владивостока, где уж точно никакого Холокоста не было. Что такое проект «Освободители Аушвица»? Это проект, посвященный судьбам тех, кто освобождал лагерь Аушвица. А это представители десятков народов и народностей бывшего Советского Союза и, разумеется, латвийцев в том числе. И я призываю, пускай у вас в роду не было ни одного еврея, и вы не можете с нами поделиться письмами, дневниками еврейской тематики, евреев-родственников, но, может быть, у вас в роду был тот, кто освобождал лагерь Аушвица, или какой-то другой нацистский лагерь, или какое-то нацистское гетто. Тоже нам напишите, и эти судьбы окажутся в сети. Куда написать? Ну, посмотрите в интернете «Научно-просветительный центр Холокоста», потому что мы занимаемся не только судьбами жертв, выживших, не только судьбами евреев-фронтовиков, евреев, тех, кто был эвакуирован, но и судьбами тех, кто спасал. И вот гордость за тех, кто спасал, она должна быть сильнее гордости за тех, кто убивал. Я хочу сразу сказать, что в прошлом году вышел фильм о Жанне Силипке, который был снят в Латвии. И, в принципе, это, ну, вот, мне кажется, какой-то такой хороший знак того, что все-таки не только попытки мюзикл про Герберта Цукурса поставить, но это реальная вот история человека, который спасал евреев и был, в принципе, мне кажется, вот является национальным героем. Так давайте этот фильм больше популяризировать, давайте покажем его, там, не только в Латвии, давайте покажем его в России, давайте покажем его в Израиле, давайте покажем его везде. Это нужно, это необходимо, чтобы, по крайней мере, в России, в Латвии знали, что есть более достойные люди, значительно более достойные люди в той же Латвии, Есть сто с лишним праведников народов мира такие же, как Жанин Слипкий А их, к сожалению, в Латвии тоже, в общем-то, не сильно все знают Давайте больше говорить о них Давайте качестве примера больше рассказывать о настоящих героях, патриотах Хотя, понимаете, политические взгляды в те годы у них тоже у всех были разные Но общечеловеческое у них что-то было одно Да, вот вы сказали, что многим людям все равно, под какими флагами люди боролись, те или иные люди боролись за независимость Латвии Так разверните ситуацию А какая разница тогда уж под каким флагом человек спасал евреев в годы войны? Это ваша персональная гордость Да, в Красной Армии, в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, но он лично совершал подвиги и лично давал свободу и жизнь людям Спасибо большое К сожалению, время нашей встречи уже подошло к концу Но я напомню, что у нас сегодня были в гостях участники научной конференции Музея Холокоста XXI века Спасибо вам, до новых встреч